И снова здравствуйте! Вы на канале Девайс и сегодня у нас видеокарта от компании ASUS, модель ROG Strix LC GeForce RTX 3080 Ti OC Edition 12GB. Надеюсь, что вам понравится это видео, буду рад за лайк и любой комментарий. В описании оставлю ссылки на эту видеокарту. Подписывайтесь на канал, будем говорить о компьютерах и девайсах к ним. Итак, начнем. В активе графической платы быстрая видеопамять объемом 12 ГБ, 10240 ядер CUDA, RTX ядра второго поколения для трассировки лучей и тензорные ядра третьего поколения, работающие параллельно. Эти продукты – оптимальный выбор для поклонников компьютерных игр, создателей медиаконтента и разработчиков приложений с применением технологий искусственного интеллекта. Архитектура NVIDIA Ampire обеспечивает максимальную производительность благодаря усовершенствованным ядрам трассировки лучей второго поколения и тензорным ядрам третьего поколения с большей пропускной способностью. NVIDIA DLSS – это новаторский рендеринг AI, который повышает частоту кадров с бескомпромиссным качеством изображения с помощью выделенных тензорных ядер обработки AI на GeForce RTX. Это дает вам запас производительности для увеличения настроек и разрешения для невероятного визуального восприятия. Видеокарта обладает расширенными функциями DX12, такими как трассировка лучей и шейдинг с переменной скоростью, оживляя игры с помощью сверхреалистичных визуальных эффектов и более высокой частоты кадров. Конденсаторы, дроссели и полевые моб транзисторы высшего качества выбраны так, чтобы без труда вырабатывать сотни ватт за считанные миллисекунды. Детали Super Alloy Power 2 припаяны к печатной плате с использованием передового автоматизированного производственного процесса Auto Extreme. Гладкие стыки на задней стороне печатной платы и исключение человеческих ошибок гарантируют, что каждая карта соответствует строгим спецификациям. Размер карты по высоте 13,3 см, длина 29,3 см, ширина 2,6 слота. Выносной радиатор с вентиляторами имеет габариты 27,2х12,1х5,4 см. На видеокарте присутствуют разъемы трех дисплей портов 1.4А и 2 HDMI 2.1. Видеокарта требует дополнительного питания 8,8,8,8 пин. Для удовлетворения требований к мощности имеются три восьмиконтактных разъема питания, а также бортовая схема, контролирующая напряжение на шине блока питания. Схема достаточно быстрая, чтобы улавливать любые переходные процессы, которые приводят к слишком резкому падению напряжения на шине. В этом случае загорится красный светодиод, указывающий на проблему с источником питания. Специально разработанная холодная пластина простирается над кристаллом графического процессора и встроенной памятью GDDR6X, обеспечивая все преимущества жидкостного охлаждения компонентам, наиболее ответственным за чистую производительность. Тепло, выделяемое элементами питания, отводится вентилятором в виде нагнетателя и низкопрофильным радиатором под кожухом. Комбо выпускает горячий воздух тихо и эффективно. 240-мм радиатор охлаждается двумя мощными 120-мм вентиляторами ARGB, которые оптимизированы для высоких CFM и статического давления. В LC используются трубки диаметром 600 мм, чтобы обеспечить совместимость с большими шасси или сборками, в которых установлен кулер AIO для ЦП. Кабели вентилятора радиатора размещены в сетчатой обшивке трубки и предварительно подключены к карте, что упрощает установку и внутреннее пространство буровой установки. Задняя часть покрыта защитной металлической задней пластиной, которая усиливает печатную плату, добавляя структурной жесткости, чтобы предотвратить изгиб и защитить компоненты и дорожки от повреждений. Кронштейн графического процессора обеспечивает дополнительную стабильность критически важного соединения между кристаллом и теплораспределителем. Скоба ввода-вывода используется из нержавеющей стали для защиты портов и обеспечения более надежного крепления. А удобно расположенный переключатель Dual BIOS позволяет настраивать профиль производительности карты по умолчанию, без использования программного обеспечения. В комплект поставки современных видеокарт ASUS входит эксклюзивная утилита GPU Tweak 2, которая предоставляет пользователю полный контроль над графической подсистемой компьютера. С ее помощью можно изменять частоты и напряжение, настраивать работу вентиляторов, отслеживать данные аппаратного мониторинга и так далее. Quantum Cloud – это простой и безопасный в использовании сервис, благодаря которому можно заработать деньги, отдавая в аренду вычислительные мощности видеокарты. Для этого достаточно запустить на компьютере специальную утилиту, через которую будет осуществляться запуск различных облачных приложений. Заработанные средства автоматически зачисляются на счет WeChat или PayPal, а ваша конфиденциальность остается полностью защищенной, поскольку компания Quantum Cloud не собирает никакие личные данные пользователей. Отзывов достойных внимания на эти модели я не нашел. Если вы уже обладатель этой видеокарты, в комментарии к видео оставьте свое мнение о ней, а в описании напоминаю, что оставил ссылки на лучшие цены этой видеокарты. Спасибо вам, что посмотрели до конца наше видео, очень надеюсь, что оно вам понравилось. Буду рад, если поставите палец вверх, подпишитесь на наш канал и напишите комментарий. С вами был канал Device, скоро увидимся! Спасибо! Спасибо!